Здравствуйте! В эфире программа «События» моей коллеги. Я, Мэри Елчан, расскажем о главных темах дня, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перемещаться во времени и пространстве, выбирая заданный сценарий. Как отражается на жизни развитие игровой индустрии и почему в последние годы она получает поддержку от бизнеса и власти. Ради здоровья и частичного сокращения популяции. Сегодня в мире отмечают Международный день стерилизации животных. Что думают об этом самарцы? Спецпоезд с переселенцами прибыл сегодня в Самарскую область. Губернии принимают жителей ДНР и ЛНР. Из 266 пассажиров больше половины дети, в том числе малыши до года. Как их встретили и в каких условиях будут проживать прибывшие из Луганской и Донецкой народных республик в нашем сюжете. В ночь на пятницу в Самарскую область прибыл поезд с жителями ДНР и ЛНР, которые были вынуждены покинуть родные дома, чтобы спасти свои жизни. Из 266 пассажиров почти половина дети, в том числе шесть малышей до года. У вас все нормально? Вы хорошо себя чувствуете? Должно. Да? Все. Осторожно. Не терять пух. На перроне переселенцев встречали сотрудники социальных и экстренных служб, медики, волонтеры, руководители органов власти и различных ведомств. Еще до прибытия поезда были сформированы списки, что позволило подготовиться к приему людей с учетом их возраста, состояния здоровья и потребностей. Главное, что они в безопасности. Главное, что их ждет теплая, чистая постель, комфортные условия, правительство Самарской области обеспечит их пребывание здесь в надлежащем уровне, и заботы, и ухода. Тем, кто нуждается в медицинской помощи, безусловно, ее получат. Нам было понятно сразу, сколько там инсулинозависимых, в каком состоянии те или иные пассажиры. Особое внимание уделяют детям. Среди них шесть младенцев до года и два ребенка-инвалида. Значительная часть переселенцев – пожилые люди, некоторые из которых по состоянию здоровья смогли покинуть поезд только с помощью волонтеров и подготовленных инвалидных колясок. Многие вынужденные переселенцы, оказавшись на перроне железнодорожного вокзала Тольятти, не смогли сдержать эмоций. «Очень большое спасибо. У нас тоже 22 сыновей забрали у меня. Я внучеку пришлось вывозить деточек. А забрали куда? Ну, служить вот сейчас, на войну. Вы еще убрали у вас в основе? Да-да, одному 40, одному около 40. Мужа в 14-м убили, внучечку убили 7 лет, в 14-м еще. Так что мы детей хоть забрать, спасти. Было очень хорошо. Продукты питания отдавали. Все было очень, очень, очень хорошо. Хорошо, отлично. Закормили, напоили и так далее. И встретили. Ой, вы знаете, отлично, потому что здесь дышишь и не надышишься. Воздух свободы, а там напряженка. С железнодорожного вокзала, получив воду и питание в дорогу, переселенцы на автобусах отправились в пункты временного проживания. Мы практически три дня ждали наших братьев и сестер, представителей нашего братского народа, который сегодня наконец-то прибыли. Прибыли из Луганска и Донецкой народной республики. Встретили бы их очень организованно. Мы помогли с вещами, рассадили в автобусы. И сейчас вот привезем в три пункта временного развлечения. Подготовили комфортные условия. Люди будут обеспечены бесплатным питанием, медицинским обслуживанием, всеми товарами первой необходимости. Мы, конечно же, поможем во всех аспектах, включая образование детей. Мы их распределим по школам, по садикам, так как хотят родители. Конечно же, окажем при необходимости помощь в трудоустройстве. Большая часть, 178 человек, разместилась на базе отдыха Дубки в Самаре. Здесь прибывших оперативно заселили, заранее распределив по номерному фонду. Губернатор Дмитрий Азаров, накануне проверяя готовность ПВР к приему людей, поставил перед ответственными службами задачу обеспечить максимально комфортные и удобные условия проживания людей, учесть потребности каждого человека. После отдыха в пунктах временного пребывания переселенцы из ЛНР и ДНР начали получать необходимую помощь – медицинскую, социальную. Как они себя чувствуют, расскажем в сюжете. Студентка третьего курса Луганского университета Наталья Чебенко в Россию приехала одна. Дома остался отец, его отказался покидать 10-летний брат, а с ним осталась и мама. Девушка надеется в скором времени вернуться к родным Волчевск и возобновить учебу. Наталья мечтает преподавать математику и информатику. Рассказывает, когда Россия признала независимость Луганской народной республики, дома был праздник. Когда было объявление, на следующий вечер был праздничный концерт на площади и салют. На следующий вечер после признания ЛНР в ДНР. То есть люди радовались. Ощущение, что наконец-то какая-то определенность. Потому что вот эти 8 лет мы и уже не совсем Украина, и не Россия, и непонятно, везде границы. Нет никакой связи с внешним миром, в таком замкнутой системе. Проблемы с лекарствами, проблемы с вещами. Очень многое доставалось тяжело. На месте переселенцы сразу же получили необходимую медицинскую помощь. Сдали ПЦР-тесты. Мы укомплектованы в рамках мобильной медицинской бригады, всем необходимым. Вот поэтому, в принципе, мы готовы оказывать помощь. Кроме того, у нас дежурит карета скорой помощи. И в случае необходимости также все это возможно. После отдыха переселенцам помощь оказали социальные и миграционные службы. В пунктах временного размещения все прибывшие оформили и получили единовременную социальную выплату в 10 тысяч рублей, а также сим-карты. Служба трудоустройства предложила им вакансии. Как оказалось, среди переселенцев есть повара, официанты и парикмахеры. Такие вакансии в регионе имеются. Все желающие будут обеспечены работой. Виктория Шара и события. Вырваться из замкнутого круга. Жители дома на Краснодонской сменили управляющую компанию, но остались нечищенными крышами и неубранными дворами. Оказалось, что УКА не может приступить к своим обязанностям. Жители домов по улице Демократической борются за чистоту в небольшом сквере и пытаются решить, кто должен там убирать и как его лучше благоустроить. С такими вопросами самарцы пришли на личный прием к главе города Елене Лапушкиной. Какие приняли решения, расскажем в сюжете. Жильцы дома номер 19 по улице Краснодонской вынуждены справляться с коммунальными проблемами самостоятельно, потому что не первый месяц остаются без управляющей компании. 15 декабря конкурс выиграла УКА «Циркуль», но к обязанностям так и не приступила, а дом не внесли в реестр госжилой инспекции. Об этом жильцы рассказали главе города Елене Лапушкиной во время личного приема граждан. Проблемы у нас растут как снежный ком в связи с тем, что нет управляющей компании. Мало того, не предоставляются никакие услуги коммунальные, мы ходим козьими тропами по огромным сугробам метро, сами очищались своими силами. Несколько раз подключалась техника районной администрации и расчищала проезд. Однако дом в старом фонде и регулярно происходят коммунальные аварии. Готовим пакет документов в ГЖИ и в прокуратуру с просьбой разобраться с этой управляющей компанией, принять меры и так далее. Пусть разбираются дальше, чтобы у нас эта управляющая компания больше не делала ни один дом таким образом. Теперь торги. Давайте, если с торгами, у нас такая сложность возникает, и приходит компания, которая не готова работать. Я предлагаю выбирать управляющую компанию вам. Проблема в том, что жители выбирали неоднократно, но желающих взять дом на баланс не нашлось из-за многочисленных проблем. Администрация обещала оказать поддержку. Жильцы домов номер 3 и 3А на Демократической пришли на прием к главе, поскольку хотят облагородить небольшой сквер под окнами. Точнее, официальная территория не имеет статуса сквера, поскольку уже числится на кадастре как собственность жильцов многоквартирного дома. За уборку должна отвечать обслуживающая управляющая компания, но сотрудники отказываются и говорят, что это не их территория. Если они так говорят, мы с ними поспорим, потому что у нас есть земля, поставленная на кадастре. Вот вы сейчас, по большому счету, два огромного власть управляющих компаний, в том числе и за санитарное содержание. Жителям предложили также благоустроить территорию в рамках программы «Комфортная городская среда» или губернаторского проекта «Содействие». Кроме того, во время личного приема глава города пообещала проконтролировать обустройство и содержание контейнерной площадки на улице Снежной. А жильцы дома номер 92 по улице Алексея Толстого попросили помочь разобраться с изменениями, которые некоторые собственники внесли в конструкцию сооружения. Построили паркинг и соорудили надстройки, из-за чего в квартирах пошли трещины. Елена Лапушкина пообещала обсудить проблему с прокурором города. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Вопросы о социальных объектах, земельных участках и сфере ЖКХ. С такими темами обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну жители города на личном приеме граждан. Какие решения предложил парламентарий, подробнее в нашем сюжете. В микрорайоне Криаш Куйбышевского района Самары на улице Егорова мало социальных объектов. Родителям приходится возить своих детей на машине или на общественном транспорте. Жители обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну с просьбой оказать содействие в строительстве детского сада. Тема действительно острая, потому что вот этот микрорайон по улице Егорова представляет из себя достаточное количество многоэтажных домов, где, естественно, много детей. То есть, по нашим данным, примерно 800 детей возрастной категории от 3 до 18 лет. Квартал на Егорово строило Министерство обороны для военнослужащих. По проекту были запланированы и школы, и детский сад. Но смогли построить только дома. Место под детский сад было по плану во дворе домов номер 10, 12 и 20. Но так как земля принадлежит Министерству обороны, для строительства нужно, чтобы эту территорию передали в муниципалитет. Положительные примеры такой передачи, особенно под соцучреждения, в городе уже есть. Тем более, что передача земли ускорит реконструкцию еще одного объекта – стадиона «Буровик». Этот алгоритм взаимодействия с Министерством обороны у нас отработанный. Не только на Паново, но и во многих других частях города. Земельные участки Министерства обороны в ускоренном режиме предоставляют не только, кстати, участки, но и объекты недвижимости. Также к депутату обратились и представители школы номер 41. Недалеко от их здания есть муниципальное помещение, которое занимает частное образовательное учреждение. Но уже больше двух лет оно не используется по назначению. Поэтому администрация школы просит передать его в их владения, чтобы увеличить количество учебных мест. Вместе с городскими и областными властями, контрольно-назорными органами, мы будем добиваться того, чтобы неиспользуемое сегодня школьное здание было возвращено в муниципалитет, и в нем начался бы учебный процесс. Еще одно обращение было по резонансному случаю, связанному с одной из частных школ в Самаре. Родители шестиклассницы просят провести проверку действий администрации учреждения в отношении своей дочери, из-за которых у ребенка появились проблемы со здоровьем. Кроме того, представители дачных кооперативов в Куйбышевском районе обратились по вопросу необоснованного перекрытия подъездов к участкам. Александр Хинштейн пообещал найти решение и проконтролировать их исполнение лично. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 4218 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 313 470. Такие данные в пятницу 25 февраля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 4825 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 263 581 человека. Перемещаться во времени и пространстве, выбирая заданный сценарий. Сегодня эта реальность, правда, виртуальная. Вытворять такие фокусы может любой человек при наличии нужного девайса и установленной видеоигры. Как отражается на жизни развитие игровой индустрии и почему в последние годы она получает поддержку как от бизнеса, так и от власти, разбиралась Мария Левина. Видеоигры. Бич нашего времени. Попытка оказаться в другой реальности в ином измерении стране или даже мире уже давно перестала быть детской забавой. Все чаще джойстиками выражаются взрослые люди. Знакомство Олеси Загриддиновой с киберреальностью случилось в школьные годы. Тогда в нулевых индустрия только развивалась. Такие возможности, как сегодня, и представить себе было сложно. Потому сейчас девушка наверстывает упущенное. Геймер, он может себя почувствовать не только игроком, то, что он играет. Он может почувствовать себя непосредственно участником тех событий, которые происходят непосредственно в игре. То есть он может быть пиратом, он может, я не знаю, быть каким-нибудь киллером во времена Древнего Египта. Если человек, например, увлекается там, ну не увлекается, просто интересуется темой охоты, рыбалки и так далее, он может, например, приобрести симулятор дикой охоты и рыбалки. И поохотится, соответственно, порыбачить в местах, до которых он ни физически, ни материально добраться не может. То есть в этом плане видеоигры сделали огромный рывок. Если 10 лет назад скоротать время помогали игрушки по типу карточной косынки и воздушных шариков, сегодня игрокам предлагают полное погружение в другую реальность. И хотя игры предыдущего поколения также доступны в сети, психологи говорят, их выбирают инфантильные личности, которые не чувствуют интерес к своей деятельности и те, кто не может найти себе применение. Что касается видеоигр нового поколения, не все так однозначно. С одной стороны, эксперты относят их к зависимостям и считают, что они стоят в одном ряду с другими вредными привычками. Но с другой, если такое увлечение не мешает реальной жизни, ничего страшного в нем нет. Это лишь эмоциональная разгрузка. В психологии нет хорошо и плохо. И вообще от этого оценочного суждения вообще нет в психологии. Если только я принимаю ситуацию, например, человек курит или пьет. А если у него такая ситуация, что он не может ни пить и ни курить, ну пусть уже пока курит. То есть у него может быть такой стресс внутри, что он должен как-то это отреагировать. Конечно, если он отреагирует в свой стресс, в свою какую-то недовольтворенность, пусть он играет. Но это опять, это не фокус своей жизни. Крупные компании и вовсе взяли видеоигры на вооружение, чтобы продвигать свои товары и услуги. К примеру, Центробанк выпустил видеоигру для детей, которая должна помочь в усвоении АЗОВ финансовой грамотности. Федеральное правительство рассматривает возможность обязать разработчиков иностранных игр платить налог, а вырученные деньги направлять на поддержку патриотических. Но пока инициатива не нашла поддержки. Введение каких-либо налогов или сборов на иностранные цифровые компании или услуги, включая дистрибуцию игр, не рассматривается с учетом продолжающейся работы на площадке Организации экономического сотрудничества и развития по перестройке системы налогообложения глобальных международных компаний. Россия активно участвует в этой работе и не будет принимать каких-либо односторонних решений. Геймеры же на данном этапе предпочитают видеоигры иностранного производства. Что неудивительно, ведь заморские разработчики куда опытнее в создании виртуальной реальности. Первые видеоигры были созданы в Америке. Рынок видеоигр в России по итогам 2021 года вырос на 1% по отношению к 2020 году – до 165,5 миллиардов рублей. Мария Левина, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События. Ради здоровья и частичного сокращения популяции. Сегодня в мире отмечают Международный день стерилизации животных. Как правило, 25 февраля врачи ветклиник проводят операции своим маленьким пациентам бесплатно или на льготных условиях. Спейдей появился в 1995 году в США, а в 2015 к международной акции присоединилась Россия. Что думают самарцы о стерилизации своих домашних питомцев и как в 21 веке проводят процедуру врачи-ветеринары, узнала Ольга Павлова. Надо там искать. Маня! Манясь! Искать пропитание на улице такса Маня начала после стерилизации, жалуется хозяйка собаки Ирина Филиппова. Сколько ни кормей, отмечает кинолог, найти рыбью косточку или булочку на прогулке – ежедневная задача домашней и с виду упитанной Маней. После операции по удалению репродуктивных органов такса быстро набрала лишний вес, приобрела проблемы с сердечно-сосудистой системой и потеряла интерес к играм на свежем воздухе. Для животных очень ярко проявляется булимия, то есть животные живут около миски, голод не утолим ничем, подбор на улице всего и вся увеличивается просто в разы. Стерилизацию Маня ветеринары провели по медицинским показаниям. Незадолго до процедуры собаки поставили диагноз рак яичника. Если бы не это обстоятельство, говорит Ирина Филипова, никогда не положила бы любимого питомца на операционный стол. Вы фактически маленького ребенка лишаете очень многого в этой жизни и получаете овощи, фактически овощи. Вы когда берете собачку или кошечку, неважно, вы понимаете, что вы делаете, почему вы за счет животного хотите упростить себе жизнь. Нет. Другой точки зрения придерживается хозяйка 13-летнего мафика. Татьяна Жданова кастрировала кота в рекомендованные сроки до года. Процедура прошла без осложнений. Говорит, медицина шагнула вперед. К примеру, самкам операции давно проводятся лапароскопическим методом с применением неглубокого наркоза. Конечно же, стерилизация необходима. И животному от этого хорошо. И я никому не помешаю в дальнейшем. Не буду избавляться от лишних. Но популяция должна быть все равно в разумных пределах, как минимум. По словам ветеринаров, стерилизованные животные живут на два года больше и гораздо реже страдают гинекологическими и онкологическими заболеваниями. К примеру, у некострированных котов выше риск развития аденомы предстательной железы, и они больше склонны к дракам. Другой очевидной причиной стерилизации врачи считают потребность животных метить территории. О последствиях в виде долгоиграющего запаха, пожалуй, знает каждый хозяин. Не говоря уже о стремлении питомца выскочить из окна с приходом весны, в надежде нагуляться вдоволь. А ведь именно так теряется и гибнет огромное количество животных. В основном же несвоевременная кастрация – это будущие проблемы со здоровьем. Когда животные не рожают, происходит атрофия мышц матки, скапливается жидкость, и потом может перейти или в гнойное воспаление, или какие-то развития проблемы с яичниками, дополнике стоза яичников и так далее. В поддержку питомцев в 2015 году Россия присоединилась к международной акции с Payday, то есть стала отмечать Международный день стерилизации животных. Как правило, 25 февраля врачи ветклиник проводят операции своим маленьким пациентам бесплатно или на льготных условиях. В 2021 году в акции приняли участие 470 ветеринарных клиник из 67 регионов России. Тогда было прооперировано свыше 7 тысяч животных. Большая часть из них – собаки и кошки. Также в клинике приводили хорьков, енотов, морских свинок и кроликов. Проводить процедуру стерилизации врачи рекомендуют всем домашним животным, которых держат не для будущего потомства, а для души. Тогда самые маленькие члены семьи будут здоровы, и обращаться за помощью к ветеринарам придется только в редких случаях. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В преддверии масленичных гуляний администрация города проводит творческий конкурс на изготовление главного символа праздника – маслены. Жюри отберет лучшие работы, которые будут выставлены на площади Куйбышева. Ученики 144-й школы решили принять участие в конкурсе и изготовили свою куклу. Секреты мастерства узнала Мария Левина. Здравствуй, русская молотка, раскрасавица душа, белоснежная лепетка, здравствуй, матушка весна. Последние штрихи и работа завершена. Ученики 144-й школы сделали куклу символ зимы. В конкурсе «Самарская маслена» они принимают участие впервые, но взялись за дело с энтузиазмом и всего за один вечер под присмотром педагогов создали вот такую маслену. Красивый образ, сарафан и, конечно, неотъемлемая часть масленицы блины. На пластовые плиты были такие тонкие, мы их скрепили, покрасили, получились довольно-таки даже реалистичные блины. Участие в оформлении маслены стало даже очень приятно. Естественно, блины, потому что в основном все делают куклу и просто, ну просто она в красивом платьишке, с бусами, с платочком. А тут забывают про главное, это то, что вот главный символ праздника – это блины. Мы под песенку собирали куклу. Это было очень весело, да, было сложно, но нам сложности они ни по чем, мы всегда с ними справляемся. Во время подготовки к таким конкурсам дети знакомятся с народной культурой и традициями. У них появляется возможность освоить новые приемы и технику народно-прикладного творчества. А также запастись приятными воспоминаниями о школьном времени на всю жизнь, уверены педагоги. Дети, во-первых, помимо школы могут заниматься еще чем-то. Они с нами больше общаются, узнают нас по-другому, возможно. Мы узнаем детей с другой стороны, не только со школьной там. И творчески мы видим, как они развиваются и помогают нам очень сильно. Во-первых, и у них есть свои воспоминания после школы, не только учебы, а то, что они участвовали во всяких мероприятиях. И есть что рассказать потом. Сделать свое маслено и принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо заполнить анкету и отправить несколько фотографий работы на электронную почту организаторов. Высота куклы должна быть не менее полуметра. При изготовлении допускается применение любых материалов. Заявки принимаются до 1 марта. По итогам конкурса, жюри, в которое входят художники, ведущие специалисты в сфере прикладного творчества и декорирования, педагоги дополнительного образования и представители администрации Самары, определят победителей и призеров в каждой номинации. Лучшие арт-объекты планируются разместить на итоговой выставке 5 и 6 марта на площади Куйбышева. Мария Левина, Василий Кладашов. События. Далее о новостях спорта. Матчи чемпионата России по футболу «Ростов-Крылья Советов» и «Краснодар-Локомотив» перенесены. Они должны были состояться в городах, где приостановлена работа аэропортов. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно. Остальные игры 19-го тура РПЛ пройдут по расписанию. Следующий матч «Крылья» сыграют дома 6 марта против Тульского «Арсенала». Баскетболистки «Самары» проиграли матч российской премьер-лиги. Они на выезде уступили курскому «Динамо». Первая четверть завершилась в пользу самарчанок, но затем курянки вернули себе лидерство и инициативу больше не отпускали. 57-75 поражение «Самары». Команда занимает 10-е место в таблице. Хоккеисты «Лады» успешно стартовали в плей-офф ВХЛ. В первом раунде тольяттинцам противостоит Ростов. В двух домашних играх автозаводчане победили 4-3 и 4-1. Следующие игры пройдут в Ростове. Серия продолжится до четырех побед. В Москве завершился Кубок России по современному пятиборью. Представитель Самарской области Александр Лифанов в личном турнире стал победителем. Командный турнир также завершился триумфом самарских пятиборцев. Сборная региона стала первой, уверенно обойдя соперников из Нижегородской и Ростовской областей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова